Первая встреча проходит в формате круглого стола. Благочины и родители обсуждают тему духовно-нравственного воспитания детей. Как правильно донести до своего чада прописные истины и что значит хорошо, а что плохо. Уверена, что мы сегодня можем получить очень много ответов на различные вопросы, которые есть у родителей. И я знаю, что у нашего Одинцовского благочини тоже есть большая потребность в таком неформальном общении с родителями. И очень был хороший посыл, наверное, на ту тему, чтобы родители ответили, каким образом и как они ведут сотрудничество с церковью в отношении детей, в отношении школ. На мой взгляд, это очень хороший посыл. В последнее время в соцсетях много провокаций и недостоверной информации. Блогеры активно раскачивают темы, которые не всегда однозначны. Так получилось и с Назаревской начальной школой. Родители поблагодарили благочинного за отклик и помощь в решении вопроса о выделении помещения для дальнейшего обучения детей. Людей довели до большой дестабилизации наш учебный процесс. И в результате этого дети оказались в большой школе в две смены. И это всем было очень трудно посреди учебного года. И вот Игорь Владимирович и другие неравнодушные люди помогли нам с очень быстрым решением этого вопроса. Было предоставлено четыре класса в здании церковно-приходской школы. И буквально через неделю дети уже учились снова по старому графику. И мы очень благодарны. Модель поведения в социуме и взаимоотношения с другими людьми ребенок черпает из семьи. Он в первую очередь стремится быть похожим на родителей. Главное, чтобы пример был положительным. И вот мы на этих встречах и пытаемся выстроить какой-то диалог. Потому что, к сожалению, в нашей жизни у всех есть какие-то сложности, какие-то вопросы. И подчас даже родители, будучи заняты воспитанием своих детей, не всегда имеют возможность прийти в храм и вопросы свои задать. А в такой вот форме, может быть, немножко домашней атмосфере, можно сказать, мы сможем услышать те чаяния родителей, те вопросы, которые у них возникают, и попытаться им помочь. Это первая встреча. В дальнейшем работа с родительской общественностью будет продолжена. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – приоритетная задача для всех сторон образовательного процесса. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».